По вопросу девочки, которая была найдена в районе рынка Черемушки, на сегодняшний день в службу по делам детей информация официальная не поступала. Для всех тех детей, которые найдены на улице, которые возраста младшего до трех лет, которые не могут объяснить и рассказать о своей семье, и официально проговорить всю историю, которая с ними случилась и каким образом они оказались на улице, правоохранительными органами со специалистами службы по делам детей составляется акт определенного образца правоохранительных органов и в дальнейшем дети до трех лет помещаются по процедуре в инфекционную больницу. В дальнейшие действия полиции предпринимаются, это разыскиваются родители, они обращаются в службу по делам детей, и мы уже в дальнейшем выясняем, каким образом ребенок оказался на улице, и в дальнейшие действия либо мы возвращаем ребенка родителям, либо если семья оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, родители пишут соответствующее заявление, ходатайствуем перед органом опеки и попечительства, и временно на полгода ребенок определяется на государственное обеспечение. Это дом ребенка первый или дом ребенка номер три, который на территории города Одессы. На сегодняшний день ни мать, ни отец не обратились, то есть родители не обратились уже по делам детей, но та информация, которая у нас имеется предварительная на уровне телефонных звонков, эта мать действительно является выпускницей интернатного заведения, интерната номер четыре, они на территории Одессы не проживают, проживают в Сухом Лимане. Тот мужчина, который представляется отцом, он юридически не является отцом, потому что зарегистрирован ребенок был по статье 135, часть первая, и в дальнейшем уже в зависимости от того, как мама обратится и представит те медицинские документы, о которых она говорила, что она серьезно больна, будем инициировать устройство ребенка, дом ребенка номер один или номер три. Продолжение следует...